Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о способах посадки винограда. Во многих роликах вы видите, что разные виноградари садят по-разному. Кто-то садит так, как я в траву, кто-то копает большие грядки, кто-то все время это все пропалывает, кто-то делает тоннели. Способов посадки очень много. Я немножечко коснусь некоторых, но и больше объясню, почему мы делаем именно так. Выбирая тот или иной способ посадки, вы должны руководствоваться теми условиями, в которых вы находитесь. И подходит ли это способ вам, и действительно ли он необходим. Ну, так, например, когда насыпают большие-большие такие грядки, руководствоваться тем, что корни быстрее прогреваются. Ну, может, не всегда в этом есть необходимости трасс. Во-вторых, в таком случае я не хочу вступать на эту тему ни с кем в дискуссию. Я просто выражаю свое мнение, что если они быстрее прогреваются весной, это хорошо. Зимой, значит, они быстрее будут промерзать. Надо думать, как это укрывать. Ну, такое мое мнение. Тем не менее, где, например, я считаю грядки необходимы, там, где тяжелая почва, там, где очень близко грунтовые воды. В таком случае, да, это нормально и логично вот это все поднимать. То есть, в первую очередь, надо руководствоваться теми условиями, которые у вас есть. Ну, и почему мы садим именно в траву? Я сейчас специально поменяла свое месторасположение, потому что там вы тоже видели за мной как мини-грядочки. Я сейчас сниму камеру, пройдусь по всем, ну и расскажу. Ну, почему мы так делаем? Потому что, честно говоря, мы лентяи. Как бы ни парадоксально это звучало. Ну, я и мой муж считаем, что вообще дача – место отдыха. И, например, копать очень большие гряды. Ну, я, как женщина, этого сделать не смогу. Физически, особенно на тот объем, который у нас есть. Просить мужа, чтобы он делал это. Ну, понятно, что мужские руки – это очень хорошо. Ну, в принципе, мужчина нужен не только для того, чтобы копать грядки. И силы его тоже надо беречь. Поэтому никаких копаний и грядок. Да, мы делаем один раз ямы и про это забываем. Дальше. Если мы делаем какие-то грядки, например, да и, в принципе, бывает, что просто садят ровно, ну, там все чистенько, да. Как это полоть? У меня в детстве была деревня, при этом у родителей была дача. И что такое сельхоз работы, я знаю. Что такое пропалывать большие огороды, я знаю. И когда я покупала свою дачу, я говорила, нет, нет, только не это, только никаких вот этих пропулок и стояния в известной позе. Ну, у мужа мы его тоже, он сам из деревни, и что такое грядки в плане пропалки, он тоже знает. То есть, ну, не для того мы заводим дачу, чтобы впрячься, вот как ломовые лошади, и, ну, стоять, да. Конечно, вы можете мне возразить, так сейчас же развита химическая промышленность, можно вот это использовать, там, все эти химические пропалки. Вопрос, зачем? Мы виноград растим в первую очередь для себя. И хотим получить, понятно, что где-то, так или иначе, ну, нам приходится использовать химию, да. Например, обработка после болезни, ну, это должен быть минимум. А если мы все время будем лить эту химию, смысл вот этого выращивания? Мы выращиваем ягоду для себя и стараемся максимально при наших возможностях сделать ее, ну, чистой от вот этих всех химических агентов. Их и так слишком много вокруг, чтобы самому еще себе добавлять. Тем более, повторюсь, мы выращиваем для себя, мы ягоду не продаем, если, конечно, когда-то будут излишки, я этого не исключаю. Но в первую очередь это для себя и делается, ну, нормально для себя. Соответственно, мы понимаем, да, что вот эти все прополки трудоемкие. Во что садим? Садим в газон. Что мы получаем в результате? В результате мы берем там раз в две, в три недели, в зависимости от сезона, от того, как растет трава. Проходимся с косилочкой и все. Ну, это несложно. Как видите, все везде, все в газоне. Но при посадке в газон есть определенный нюанс. Также вот спрашивали, почему, например, где-то трубы высоко. Кое-где трубы были низко. И с одной стороны, косилкой не совсем удобно залазить под куст. И иногда случается вот такая вот штука. Здесь косилка проехалась по трубе. Ничего страшного, труба действующая, ну, для косилки не очень хорошо. Поэтому под кустами косить не очень удобно. Опять же, лень матушка. Косить неудобно, что будем делать? И придумали вот какую штуку. Вот теперь показываю то, что у меня было за спиной на первых кадрах. То есть были сделаны, это остатки металлочерепицы. Из них были вот такие сделаны небольшие ограждения, чтобы косилка туда не лазит. То есть аккуратненько объехали с одной стороны, объехали с другой стороны. Время кошения травы тоже уменьшили. Остается время на отдых и на приятные всякие действия. Чтобы там не росла трава. Конечно, можно чем-то, например, застелить какими-то пленками. Мы, опять же, пошли по пути наименьшего сопротивления. И там у нас что лежит? Сухая трава. Эта трава прошлогодняя в этом году еще не накосили. То есть ту траву, которую мы с нашего газона покосили, мы сюда сложили. У нас нет компостной ямы. Здесь мы убиваем, я даже не скажу, сколько зайцев. То есть смотрите, мне не надо складывать отдельно что-то в компост, а потом переносить это куда-то под куст. Я положила это сразу под куст. Там оно переработалось в тот же компост, прямо под кустом. Удобно и просто. Кроме того, когда мы садим в газон, мы получаем не только облегчение своей работы. Гораздо лучше поддерживается влажность почвы. Она сохраняется. Гораздо лучше поддерживается микроклимат почвы. Там гораздо проще и комфортнее жить всем жучкам, червячкам и различным другим микроорганизмам полезным и нужным всем растениям. Потому что для них это естественная среда. То есть с одной стороны у нас это минимум усилий. С другой стороны для растения это тоже полезно и хорошо. Поддерживается влага. Если, например, по осени какой-то приходит мороз на голую землю, то тоже мы понимаем, что промерзание, вот такое вот дерна, будет гораздо-гораздо меньше, чем если бы просто у нас была сухая песчаная грядка. То же самое касается мучи. Мучи поддерживают влажность, поддерживают определенный микроклимат, также препятствуют развитию всяких болезнетворных агентов. Но что бы еще хотелось сказать именно про мучи? Я бы слышала такое мнение, что весной муча это плохо, потому что хуже прогревается почва, растение позже стартует. Не буду спорить с этим утверждением, просто покажу. Значит, смотрите, это куст зелги в муче. Вот это куст зелги просто в траве. Ну и какой вывод из этого сделать, решайте сами. Муча это, либо не муча, либо что-то еще подействовало. Но скажу только одно. Кусты одногодкие, кусты одного сорта, поэтому делать такое сравнение, ну, в общем-то, достаточно корректно. Ну и в завершение, что хочется сказать. Каждый сам решает, как ему выращивать виноград. Можно повторять и делать так, как я. Можно делать как-то по-другому. Выбор всегда за вами, помните об этом. Единственное, что бы я вам посоветовала. Если вы выбираете какой-то способ, ответьте для себя на вопрос. Для чего и будет ли он эффективен лично для меня? Если вы на этот вопрос ответите, значит, все у вас будет хорошо, подходящее для вас, и все у вас получится. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. И до новых встреч. Пока!